Борьба В борьбе, в отличие от вольной, запрещены любые захваты ниже пояса. Цель борцовского поединка заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и удержать его в таком положении не менее двух секунд. Поединок борцов состоит из двух трехминутных раундов с перерывом в 30 секунд. В борьбе не бывает ничей, всегда должен определяться победитель. И если за время схватки никому из соперников сделать это не удается, победителям признается спортсмен, набравший большее количество очков за удачно проведенные технические приемы. Стоит отметить, что перед схваткой судья в обязательном порядке проверяет ногти на руках спортсменов. Они должны быть коротко подстрижены. А также не допускается щетина на лице. Кстати, борцы не должны выходить на ковер вспотевшими, и им запрещено смазывать тело любыми жировыми смазками. Самый прославленный борец современности – россиянин Александр Карелин. Он выиграл наибольшее количество чемпионатов мира подряд с 1988 по 1996 год. Кроме успехов на Олимпийских играх и чемпионатах мира, Карелин становился 12-кратным чемпионом Европы. На последнем чемпионате мира, который состоялся в Турции, россияне снова выиграли общий командный зачет, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Два года назад чемпионами в греко-римском стиле стали Виктор Лебедев, Бесик Кудухов и Замира Рахманова, а в вольной борьбе – Роман Власов. Последний раз соревнования по борьбе в рамках универсиады проходили в 2005 году в Измире, в Турции. А впервые вошли в программу летней универсиады в Москве в 1973 году в качестве дополнительного вида. Что касается Казанской универсиады, соревнования по борьбе пройдут во дворце единоборств Акбарств с 11 по 16 июля. Стоимость билетов – 100 рублей. Спорт – это всегда борьба. За время, за место, за победу. А когда ты выходишь в зал и видишь болельщиков, переполняет гордость от того, что в тебя верят. Ты готов на все, чтобы оправдать надежду. С вашей поддержкой мы способны на большее. Приходи и стань частью мирового события.